Все, Новый год, пора прятаться. Пора закупать продукты и каждое окно заклеивать крест-накрест бумаги. Потому что уже началось, потому что везде и всюду уже продают. Ракеты, петарды, бомбочки, хлопушки, бахалки, бухалки на любой извращенной вкус. Вот посмотрите в окно. Только осторожно, осторожно, как я. Видите, на улицах нет детей. Они пропали. Вместо них появились маленькие огнестрельные существа. Сопливые драконы. Аптичные, картавые, гекетоносцы. Ну все, поздно, поздно. Вот видите, вот он идет, Сереженька, дзюдоист. Он в нашем доме живет. В охране работает, весит 101 килограмм. Кирпич ломает рукой, дверь ногой. Ягодицами нас провырывает гвоздь, шуруп. И как-то раз даже дюбель. И вот, посмотрите. Вот видите, на балконе мальчик стоит в теплом пуховичке. И в руках у него сюрприз. Стоит 28 рублей. Называется «Здравствуй и прощай». Маленький такой мальчик, ростиком с бультерьером. Но с бультерьером можно договориться. С мальчиком никогда. Он ведь круглый, как колобок. Не потому что перекормили, а потому что через подставных восьмиклассников весь отдел хлопушек скупил и по пазухам все распихал. Вот он-то резиновый, круглый в виде мячика, называется «Опа-опа-бум». И при взрыве дает мгновенный слабительный эффект в радиусе ста метров. А вот та крупная... Ой, это кошмар. Называется «Раз, два, три, четыре, пять». Вот и некого искать. Это страшная вещь. Нам бы таких несколько в 41-м году иметь. Немцы не то, чтобы до Москвы не дошли, из Берлина бы не выйдут. А вот он идет. Это Сереженька, дзюдоист. Улыбается. Ну, солнышко светит, белый снежок, голубочки на крышах, воробушки под ногами. А мальчик с пальчиком на балконе стоит. И из попы у него черный дым. Ну, в смысле, фитилек поджег, и пока за спину спрятал. Ему папа денежки на молочко дал. А на сдачу говорит, можешь себе вкусненького купить. И мальчик купил не себе, людям. И каждую дрянь самолично, творчески переделал. Петарды, например. Вот раньше как? Поджог, бросил бабах, и все. Теперь не так. Я позавчера видел, как. Теперь мальчик с балкона смотрит, а кошелек на земле лежит. То ли новый русский нечаянно оборонил, то ли старый еврей неглубоко закопал. Это толстый такой кошелек, солидный, аж кнопочка на нем расстегнулась. А тетя Вера мимо идет. И тут, прямо перед ногами. Вот такая пачка и килограмм мелочек. Тетя Вера полный газ, полный вперед. Обеими ручками хватит, ам, и в сумочку. И пошла. И ба-бам! И против метра, по сугробам, 100 метровку, на каблуках, в шубе, за 5 секунд нефиг делал. И с первого этажа на девятый, через три ступеньки, на сломанных каблуках, в обкаканной шубе, расплюнул. А мальчик искренне рад, потому что она хоть и бывшая, но училка. И это не просто так, а в память о тех, кто стоял у доски и плакал. Какой мальчик, какой шалун. Только что из обыкновенной сделал реактивную тетю. А, вон уже и дядя идет. Вот, Сереженька, дзюдоист. Удобный такой дядя. С большим капюшоном, с закрытыми глазами не промахнет. Все там у мальчика в руках. Окошко запотело. А, вижу, вижу. Огромная такая, спрессованная у пороха хренотель. Называется супер-бздынь. Это кошмарная вещь. Американцам такую бы в 45-м году показать, они бы со своей атомной бомбой заткнулись и тихо-тихо в свою полосатую тряпочку молчали. Эй, Сережа, тормозни. Глянь наверх. Там бог, который отвернулся. И мальчик, который смотрит прямо на тебя. Ой, что там у мальчика в руке? У него ведь за поведение в обоих четвертях не просто плохо, а очень. Но по арифметике хорошо. Четко про себя считает, уверенно. Хотя почему-то наоборот. Десять, девять, восемь, семь, шесть. Птички уже все поняли, разлетели. Ну, они же давно тут живут, они же, знаешь, лучше самим разлететь. Пять, четыре, три. Да лето же еще далеко, зонтика не жалко, он скотчем к нему какую-то хрень привязал поджог и с самыми дурными мыслями бросил. Два, один, ну, минус один, минус два зрению мальчика. Поэтому не попал. Повезло Сереже, не в капюшоне на спине грохнуло, а рядом, в двух шагах. Это Новый год. Чего только не бывает. Шел себе здоровый и белый, говорю, бум, белый и глухой. Ну, куртка, черт с ней, казенная, лицо хоть и порошком за два дня отстирать может. Брюки высохнут, и в тире уши закаленные отойдут, но слово ведь, слово же не геморрой, не воробей. Вылетит, не поймаешь. Если сейчас среди прочего шума вы на улицах услышите, мать твою за ногу раскудрявит, перекучерявит бритую лысину, бум! Знаете, что Новый год уже наступил, и поэтому с новым счастьем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова